Верхняя планка размера компенсации ограничена 120 тысяч рублей за календарный год в совокупности с другими социальными вычтами. То есть максимально налогоплательщик сможет вернуть 15,5 тысяч рублей. Денежная компенсация распространяется на абонементы в спортзал, бассейн и детские спортивные секции. Кстати, получить часть потраченных денег можно не только за себя, но и за своего ребенка. С начала этого года налогоплательщики могут самостоятельно заявить вычет, направив декларацию 3НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика для физических лиц или подав ее на бумаге в налоговую инспекцию. Знакомиться с полным списком организаций, предоставляющих физкультурно-оздоровительные услуги, можно на сайте Министерства спорта Российской Федерации в разделе о налоговом вычете за занятия спортом. Отметим, что в этом перечне есть Сибиряк, Жемчужины Югры, Спартак и Школа по зимним видам спорта, а также ряд частных фитнес-клубов. Продолжение следует...